Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Соколов на канале Реальный Мир. В солнечной Грузии на склонах гор растет сочный виноград. Кстати, в нашей прохладной северной Литве люди тоже иногда выращивают виноград. Но не для виноделия, а для украшения фасадов. Например, наша тетя Ангелия в 1978 году, переехав в новый пятиэтажный дом в городе Клайпеде, сразу же под окнами у себя посадила две виноградные лозы. Виноград рос, и через много лет две лозы, украсив с двух сторон ряд лоджий, и достигли верхнего этажа, выросли от земли до крыши. Когда после того, как тетя Ангелия в 1996 году умерла, еще много-много лет, виноградная лоза, как память о ее добрых делах, украшала собой ее дом и радовала соседей и прохожих. А потом в квартиру на первом этаже въехали новые жильцы. Им показалось, что виноградная лоза загораживает свет. И они ее чуть-чуть подрезали, ну, немножко буквально, чуть-чуть, совсем только то, что перед их окнами. Потом они долго не могли понять, за что весь их подъезд их так не уважают. Они ведь ничего плохого не сделали, они ведь только чуть-чуть подрезали то, что перед их балконом, то, что им мешает. Все остальное они не трогали. Ума не хватило сразу понять, что подрезав маленький кусочек лозы, они убивают ее всю. В итоге, несколькими движениями садовых ножниц, они уничтожили то, что создавалось десятилетиями. Ну, а теперь вернемся в солнечную грузию. Только поговорим уже не про виноградную лозу, а про катание на джипах по травертиновым полям. Казалось бы, такое безобидное развлечение. Прокатиться с ветерком по горной красивой местности. Как тут повредишь природе, когда всего один раз проехал. Опытный натуралист Арчил Гибрадзе в прямом эфире на канале «Реальный мир» во время нашей скайп-конференции рассказал, как такие безобидные одноразовые покатушки разрушают памятники природы, создававшиеся веками. Смотрите шестиминутный фрагмент из нашей скайп-конференции. Ущелье Трусо обязательно надо здесь вспомнить. Сейчас я папку подготовлю пока. Ущелье Трусо находится здесь же и это займет у нас весь один день. Объектов для фотографирования в Трусо очень много. Это просто жемчужина, края. И тут столько природных чудес. Травертиновые поля. Кто не знает, напомню, что такое травертин. Травертин образуется вследствие накопления минералов, оседания минералов в тех местах, где есть большие минеральные родники, ваклюзы. И минеральная вода стекает по довольно пологому склону. Несильная течения. А мы сейчас посмотрим, наверное, я вот эту папку приготовил, тогда переключу на экран. Ущелье Трусо. Как речка называется тоже? Это верховье Терека. А, вот Терек отсюда течет, получается, уже. Вот это Терек на фото, вот сейчас, где такая долина. Да, это северные склоны Казбека. Это отроги Казбека с северной стороны. В этом месте Терек протекает между главным и боковым хребтом. Образуется ущелье Трусо. Вот это травертины появились. На первых кадрах мы видим травертины. Это минеральные отложения. Огромные поля разноцветные. А, ну, да, сейчас в трансляции чуть позже тут с опозданием идет. Красного, морковного, апельсинового, голубого. Очень много разных оттенков. Конечно же, надо выбрать время когда придешь на фотосъемку. Время надо подъемить. Тоже низкая вода, наверное, это лето, начало осени. Ну, со середины лета, наверное, да? С июня надо уже ехать. Это высокогорья. Снег тает довольно поздно. Дорогу очищают поздно. Поэтому, чтобы гарантированно туда попасть, давайте скажем с июня. Чтобы все это можно было еще и ногами подойти, да, прям руками пощупать? Ну, конечно. Ну, в принципе, если автомобильной дороги не будет, можно и в мае пешком постараться туда зайти. дорога поздно там открывается. От снега и осыпей очищают довольно поздно дорогу. Тут еще минеральное озеро должно появиться. В этой папке должно быть минеральное озеро с голубой водой. да, да. Вот это травертиновые поля и есть, да, и то, что разного цвета, они рыжие, красные, коричневые. Это все травертиновые поля. К сожалению, в последние годы они сильно пострадали от джиперов, потому что джиперы любили забираться туда на своих автомобилях и устраивать там соревнования, кто выше заберется на эти травертины. Следствие чего на травертине образуются колея. Вся вода уходит в колею. Поверхность травертина высыхает. На всей поверхности травертина постоянный водоток должен быть, чтобы травертин жил и продолжал расти. Как только вода уходит в колею и поверхность травертина высыхает, травертин умирает. Вот эта красивая, блестящая поверхность, сияющая поверхность превращается в серую груду нагромождения камней. И очень много травертинов умерло. А восстанавливаются они столетиями, наверное? Сколько восстанавливаются? Ну, если человек вмешается... Сейчас эти травертины, причисленные охраняемым территориям, ну, там лыжники поставили, стараются как-то запрещать туда заезжать на машинах. Ну, посмотрим. Ну, вот тут структура на фото видна хорошо. Структура прекрасно видна. И постоянный водоток. Вот вся эта масса, все, что видно на фотографии... Под том слоем, да, она постоянно находится? Постоянным водотоком. Как только вода отсюда уйдет, травертин станет серым. И на нем вырастет трава. Ну, это, в общем-то, в любом регионе мира, любая достопримечательность, то, что касается природных фактур. Ну, вот у нас в Литве взять та же Куршская коса. Дюны. Ну, нельзя по ним вот ходить пешком, потому что, ну, разрушаются. Специально построены для туристов дорожки. Все. Здесь, я смотрю, тоже площадки есть смотровые. Куда можно, куда нельзя. Но здесь даже вот, наверное, ногами человеческими не разрушается, следами. А вот если колеги... Да, конечно. Даже человеку надо запретить сюда ходить. Это очень нежная структура. Ну, если вмешаться, можно даже помочь травертину жить дальше. Там можно немножко отрегулировать этот водоток и постараться. А законодательно сейчас, Арчев, вот, ну, насколько строгий режим особо охраняемых территорий? Ну, самый строгий режим у нас несколько. Там есть охраняемая территория, есть памятник природы. Вот эти травертины к памятнику природы причислены. Итак, чтобы превратить прекрасный памятник природы в серую землю, по травертиновым полям, оказывается, достаточно проехать на машине всего один раз. Травертиновые поля в ущелье Трусо уже объявлены особо охраняемой природной территорией и взяты под охрану государства. Я надеюсь, по ним больше никто никогда ездить не будет. Но задумайтесь, друзья, сколько еще на нашей планете мест, которые никто не охраняет. Может быть, вы видели картину, когда живой ковер из мхов или шайников разрушается колесами вездеходов и квадроциклов. Насколько разрушительны и необратимы последствия таких покатушек? Сколько десятилетий природа будет восстанавливать утраченную первозданную красоту и восстановит ли вообще? Или, например, что будет с песчаной дюной, если люди по ней просто прогуляются? И вообще, всегда ли нужно забираться туда, где ранее не ступала нога человека? Или сначала лучше немножко головой подумать? Друзья, берегите природу и до встречи в реальном мире!